в этом клипе он перед нами стоял довольно таки большая задача потому что было 7 локаций для каждой локации нужно было подобрать актеров какие-то декорации многие локации находились на природе на открытом воздухе мы зависели очень сильно от погоды весь сюжет состоит в том что человек убегает проблем вовнутрь себя прячется в недрах своей фантазии в принципе я пыталась отразить там как люди попадая в агрессию теряют над собой контроль теряется мое обладание теряет человечность и превращается в некие черные сущности черные сущности символизирует что-то очень плохое и агрессивное чего мы пытаемся избежать чувствую себя путином сейчас главная героиня клипа убегает от повседневных проблем она перестала видеть что-либо хорошее в ее семье она уже не видит что такое счастье но вдруг она видит выход очень яркий как выход из тяжелой ситуации хорошо видимый выход сложное было это добиться того чтобы дверь стояла как вкопанная на локациях нам в том смысле приходилось вкапывать ее в землю когда мы снимали в поле и в лесу чтобы главная героиня могла выходить и дверь не падала с точки зрения съемки как оператора единственная сложность была съемках в лесу потому что мы снимали ночью была минусовая температура садились быстро батарейки нужно было симулировать натуральные источники света это костер луна и какое-то небольшое освещение кемпинга была в довольно таки морозная ночь ребятам которые снимались им было сложно хотя они снимались возле костра еще одна из сложностей этого клипа была связана с погодой так как мы снимали осенью и очень много съемок были на открытом воздухе со съемок мне запомнился страшный холод которого в принципе изначально не должно было быть да то есть мы должны были снимать это летом это затянулось и мы в итоге снимали это осенью было очень страшно холодно то есть под ногами хрустел и ней нам мешал дождь очень часто переносили даже день съемки из-за погоды одну из сцен мы так и не сняли полностью это сцена с гопниками там помешал дождь и мокрый снег самые большие трудности это при общении с людьми когда не можешь войти с ними нормально в контакт когда пытаешься что за человеку объяснить он это не понимает проблемы в коммуникации с актерами иногда были у нас были такие интересные актеры которые с первого раза что-то не понимают например им нужно это все объяснить вот а хорошая же тоже была самая интересная локация пожалуй была в центре города риге мы снимали в заброшенном доме создавал такое ощущение что дом покинули лет десять назад от довольно таки было жуткое место мы с ребятами прям собирали локацию по кусочкам ходили по этажам приносили диваны кресла делали импровизированную комнату для неблагополучной семьи результат который мы достигли он стоил того самая спокойная съемка была в доме потому что было мало актеров они все очень хорошо справлялись своими обязанностями так что эта съемка понравилась мне больше всего хотя она была самая длинная на из самых тяжелых снимали сцену переходе когда рэн забегает переход и сталкивается с группой людей переходе под железнодорожным мостом после 15-20 минут съемок нас выгнали оттуда за несанкционированную съемку храна латвийской железнодорожной охраны после этого мы пытались организовать там официально съемку писали им на запроску но ответили отказом предложили только коммерческую съемку и чтобы мы прошли семидневный тренинг по съемке вблизи государственных объектов особой важности вот хотелось бы выразить огромную благодарность всем людям всей команде которые помогали всем как этого видеоклипа мне помогал на площадке очень часто денис тумаков с режиссурой я очень благодарен ему за помощь в этом проекте потому что в этом ролике нам нужно было иметь дело с довольно таки большим количеством людей на том же самом концерте это была массовка в доме и на улице в кемпинге руководить всем этим процессом было довольно таки сложно и одновременно снимать поэтому огромная благодарность денису тумакову за кого как режиссер постановщик на площадке выступил очень круто хорошо мне понравилось с ним работать лара наш незаменимый визажист это юлия щетина которая помогала нам в организации съемок поиски локаций кстати в этом проекте к нам помогали студенты из ресебы очень рад что удалось поработать с этими ребятами я более чем уверен что мы с ней будем продолжать работ с другими проектами вот такие ребята все молодцы все очень мне очень понравилось что вся команда которая участвовала в проекте они ребята с огромной самоотдачей и выполняли очень много функций не так что человек допустим занимается только светом и все и он больше ни на что не обращает внимание ребята помогали снимать backstage организовывать свет расставлять технику закапывать двери переносить технику и декорации на локациях это довольно таки трудоемкий процесс и без этих ребят мы вообще не справились так что огромное спасибо команде мне очень понравилось как работала съемочная группа люди отдавались полностью я знаю что многие работали грубо говоря бесплатно на инициативе какой-то все отдавались по полной это было заметно так что спасибо ребятам которые снимали клип все вроде был окей да это был интересный опыт спасибо ребятам